Здравствуйте, дорогой мой зритель. Сегодня мы находимся в таком прекрасном месте, в студии Детского развития. Правильно, Творческого? В студии Детского развития Детей Чинограй. Да. А это непревзойденная, очень молодая, красивая, активная директор этого чудо-заведения. Оксана Вериспечатель. Собственно, сегодня мы с ней встречались, чтобы она дала мне советы, да и не только мне, а и другим людям, у которых есть цель организовать свой бизнес. И она, я думаю, с удовольствием ответит на наши вопросы и поделится опытом. Поделюсь. Ну, Ксюша, расскажи, пожалуйста, с чего все началось? Все началось с мечты. Мечта движения. Мечтайте, дорогие мои зрители, я тоже мечтаю, мечтаю, и некоторые мечты сбываются. Хорошо, мы с мечтой определились. Как ты шла ко своей цели? Какие первые шаги были? Ну, пока мечта начала воплощаться в жизнь, прошло достаточно много времени. С 18 лет я мечтала иметь что-то свое. Когда я начала работать в государственном учреждении, поняла, что, скорее всего, это не мой. Вот, хочу какой-то свое, свой бизнес, где я могла воплощать свои мечты, свободно воплощать свои мечты, свои идеи в жизни. Вот, и понимала, что это будет детская студия, но какой формат, какие там будут предметы, какие, в конце концов, дети, какая целевая аудитория, этого я ничего не понимала. И прошло достаточно много времени по корректуре. Хорошо, потом ты вот поняла, что ты хочешь работать с детками, да, что ты хочешь такую студию организовать. Первые шаги твои? Первыми шагами было обучение в стартап UK. Это место, где предприниматели делятся своим опытом. Я прошла 4-месячный курс StartYouTube, воплотишь их в свой курс в жизнь, где я получила конкретные знания по тому, как организовать финансовые вопросы, юридические вопросы, как организовать рекламу, как сделать сайт. В общем, все то, что помогло мне в моем бизнесе. Но главное, что я получила в стартапе в Украине, это мотивацию двигаться вперед. Что бы ни случилось, какие бы препятствия вас не ждали. Идите вперед к своей цели, каждый день, шаг за шагом. Это очень интересно, очень правильно. Скажите, может ли какая-то еще литература, которая помогала в этом достижении своей цели? Да, мы читали, читали то, что нам давали спикер. А вот у тебя, ну не то, чтобы ты бездавна в стартапе, а твоя есть, какой-то любимый писатель, может, який психолог, не знаю, ну что-то такое, любимое. Мое любимое на данный момент, это вся профессиональная литература, которая касается развития детей по методике Карла Оффли. Это то, чем я болею, то, чем я живу, то, что я пропагандирую, и то, что в конце концов я преподаю у себя в сфере. Карла Оффли, какой-то стимулятор, скажем так, да, твой идеал, вдохновитель, да. Мой вдохновитель, я уже сказала, кто. Кто? Ну, не Тимоти, не мальчик, мужчина. Ну, он же занятый же, ну ладно. Сейчас не про меня, ладно, еще найдут кого-то. В общем, мужчины похожи на Тимоти обращайтесь, я еще до сих пор не занята. Хорошо, а скажи, что дальше? Яку, ты определилась, какое помещение тебе надо, ну, все-таки такие вот моменты. Вопрос с помещением у меня длился достаточно долго, 5 месяцев. Я охотилась на зверя, охотилась на помещение. Это был достаточно непростой процесс, я искала разными путями с брокером, и самостоятельно ездила, и просматривала объявления аренды, номера телефонов. По знакомым, пыталась кооперироваться с кем-то, чтобы что-то найти. В итоге, через 5 месяцев выстрелила вариант с брокером. Это помещение, в котором мы сейчас находимся идеально. Правда, когда вы придете с своими детками сюда, тут очень приятная атмосфера. Прекрасные люди работают, а главное, профессионалы. Я вам позже сброшу ссылочку под видео, куда можно обращаться. Очень-очень хорошее место. Мы пока еще деток на маму, когда-то придут, я буду сюда, буду идти. Ждем. Да, ну, ну, думаю, еще наскоро, а вдруг найдется принц, то может. Ну, я думаю, что если это не скоро, то вы сможете обратиться и по другим адресам. Потому что с сентября 2014 года в планах команды Чудо Грая открывать Чудо Грая в других районах. Не только по тому адресу, который вы не скидете покупочек. Такие вы молодцы. То есть уже бизнес, скажем так, уверенно развивается. Уверенно развивается понимание, что мы хотим развить как можно большее количество деток. И что вы можете дать, главное, правильное, вот свое видение. Можете обучить деток. Все же так интересно. Оксана, а я вообще пришла вот с детками. Мне кажется, это так важно, чтобы работать с детками. Я думаю, что любая сфера деятельности, если ты это делаешь хорошо, если ты этим живешь, если ты без этого не можешь, то это не в муку, а в радость. Они же вот, они же такие, столько энергетики забирали, пищать, то, то, то писать, то какать, то ща жизнь, пищать, 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 пищать. Я знаю, у меня, ну, мама работает, когда с учителем, у меня такие смешные, говорили, не учительница, а учителька. Такие смешные вообще дети. Ну, богато-богато энергии. Они дают энергии. И дают. Взаимообмен. Взаимо, абсолютно точно. Хорошо. Оксана, какие у вас методики в школе? Что вы, какие направления? У нас есть несколько уникальных направлений. Это раннее развитие, где-то полутора лет, в пор в подхо. Это музыка по системе Карла Орфа. Это эйдетика. Лобочка, ты знаешь, что такое эйдетика? Расскажи, что такое. Развитие памяти, внимания и творческого мышления. А, таким взрослым делать, тем делом? Конечно. Конечно. Надо вас показать, что он хочет. У вас память, а тропочки, правда? Это песочная анимация, рисование на посвеченных столах песком. Это йога для детей. И для взрослых домов. У вас интересно. Это сказка терапии. Когда посредством сказки раскрывается детская душа. Решается очень много психологических вопросов. Очень интересно. А вот приходят же детки, и... Я вообще, мы затронула уже требуем психологии, да? Что нет какой-то психологии. Есть ли какие-то вопросы? Вот, где ты чувствуешься? Это, как правило, какие-то социальные незабезпеченности? Чи не важно? Нет. Это абсолютно не зависит от того, насколько финансово подковная семья. Это зависит от многих факторов. И от факторов, как протекала беременность, питание матери при беременности, как прошли роды, как воспитывали себя, какое внимание уделяется ребенку и так далее, и так далее. Очень интересно. Приходите. Здесь столько всего интересного. Я знаю, что вы с детками еще богато. Сельвегий, как ты там, да? Шу-сишки. Да. И помимо тех направлений, которые я назвала, у нас еще есть творческая мастерская, где дети лепят, рисуют, делают различные аппликации. Это актерское мастерство. Это подготовка к школе, английский язык. Все то, что необходимо для успешного старта ребенка в одну свою жизнь. Это конкурсация психологов. Это организация проведения праздников. Если вы хотите устроить вашему ребенку праздник, то добро пожаловать к нам. Мы это сделаем очень профессионально, легко, с удовольствием. Хочешь сказать, куда эта школа чудо-грать? Запрошула ЛМН, я уже принимала участие в одном из праздников. Мне дуже понравилось. И думаю, я им тоже понравилась. Очень. Да. Оксана, ну может покажешь на практике шоу, какие-то у вас прибамбасы уцидетские шоу? Да, я вам открою дверь в такую таинственную методику Карла Орфа. Что же это такое? На самом деле это объединение музыки, движения, слова, театра, импровизации. Огромное количество музыкальных инструментов присутствуют у нас на уроке. Микрофоны, металлофоны, шумовые инструменты. Инструменты, которые имитируют звуки природы, щебет птиц и так далее, и так далее. Идете со мной, я буду. Друзья, интересно, пойдемте заглянем поближе в мир. Оператора возьмете? А я сама буду снимать. Оператор, отдохни. Мне хочется со мной интереснее посмотреть их. Ну что, пойдемте. Пойдемте. Такая прекрасная комната, рояль. Да, это царство, где живет Карл Орф. Актерское мастерство, танцы, йога. А это волшебная пункта, ее уважаем дети. Что же такое виброфоны, ксилофон и металлофоны? Я покажу вам прямо сейчас. Это инструменты, которые были изобретены по заказу Карла Орфа. Это основатели этой методики. Это немецкий композитор. На примере экзотических индонезийских инструментов. Сейчас я возьму палочки и продемонстрирую вам звук. Какой интересный. Этот инструмент имеет очень мягкий, очень интересный фунт, чарующий. Тоже приятно. Я под такую музыку просыпалась. Класс! Мне так понравилось. А можно я попробую сыграть? Конечно. Я одной палочкой. Ты игра, а я тебе принесу еще другие инструменты. Давай. Ля-ля-ля-ля-ля. Хлопачка пришла до чудо-ра-ю-ю. Красота. А все сделаны, как лавочка. Только я тебя призываю, ни за что не садись. Даже если ты очень устанешь. Есть еще такие инструменты. Они обладают очень солнечным, ярким звуком. Называются они чейн-бары. Ой, как интересно. Давай ты сама попробуешь на них поиграть. Давай. Интересное название. А что это? Кто их таки изобрел? Пар – это полосочка, да? Ага. Пожалуйста. Это звучащая полосочка. Очень солнечный звук. Ой, как прекрасно. Я в зиму таки гулялась. Хоть я уже и не ребенок давно. О-о-о, красота. Это у тебя солнышко зашло. Класс. Я думаю, ты можешь угадать, что это такое? Не знаю. У меня ассоциация, что что-то индийское, племенное. Какая-то вода. Класс. Это шум дождя. А как ты думаешь, что обычно с дождем? Какой звук? Молния, гром. Молния, да. Какая юная. Давай. Давай. Боже, а родители у меня не увлекаются, приводя своих детей? Я б сама в это гулялась. Это мольная. Красота. Класс. И после такого грома, пока я все беру, и появляются птицы. Птицы. Красота. Красота. Это дядя. Дядя, да. Класс. Боже, как у вас тут интересно. Люди добрые, приходите на чудо-грай, приводьте свои детали. Птичка, птичка. Это соловейчик, кукушка. Что это? То есть, это может быть все что угодно. На птичку тоже похож я пусть, да. Используя эти инструменты, мы создаем такой потрясающий оркестр. Он действительно очень волшебный. Детям очень нравится все это. Кроме всего прочего, мы много танцуем, используем платки, используем обручи. Все это развивает ребенка абсолютно с разных сторон. И эмоционально, и интеллектуально, и физически, и социально. Так что, эта методика открывает огромные-огромные пути для творческого развития ребенка. Очень интересно. А вот это рояль правильно называете? Это пианино. Пианино. А ты могла бы что-то заиграть нам? Пианино сейчас спит. Сейчас спит, да? Сейчас спит, да. Пусть спит тогда. Мы ничего, люди. Вы когда придете, дорогие мои зрители, придете в школу, чудо-грай, вы все почуете и побачите на власне очи. Кстати, цифровое пианино мы не так много используем. Мы используем вот эти все инструменты, которые я вам показала. Почему? Потому что они обладают очень ярким тембральным звуком. Цифровое пианино не обладает. В общем, дорогой мой зритель, я так понимаю, что у Оксаночки есть дуже багато всего интересного, чего вам можно рассказать, показать. А главное, навчить ваших диток. Приходьте до школы чудо-грай, до студии школы чудо-грай. Да, здесь у нас очень много секретов, которые я вам еще не раскрыла. Но раскрою на наших дитях. Приходите. До скорой встречи, дорогой мой зритель. Я тебе сейчас брошу все контакты. До свидания.